У нас механических изделий и магнитов не будет. Только ручная работа, только традиционные мотивы. К предстоящему фестивалю болельщиков мастера из Татарстана доделывают последние сувениры. Фигурки по типу этих, кукол с юмбике, изделия из фарфора или кожи. Порядка 35-40 номинованиями, которые утвердил нам ФИФА. И, конечно, мы представим самые лучшие изделия самых лучших мастеров. Семь торговых павильонов у центра семьи Коза. На плане видно, где и как вскоре развернется фестиваль болельщиков. С 14 июня по 15 июля. Месяц выставок и выступлений молодежных групп и государственных оркестров. Сегодня к вензоне пока не пройти, просто потому что здесь кипят работы, но уже собраны основные металлокаркасные конструкции. Та, что самая большая, будет в входной зоне и дальше сцены. А в ближайшей к Казанке 144-метровый экран для трансляций. Главное отличие фестиваля в Казани от других только у чаши экрана будет два. Большой у главной сцены и поменьше в детской зоне и везде. Все матчи покажут бесплатно. Трансляция первого матча начнется 14 июня в 18 часов. В этот день будет матч открытия между сборными России и Саудовской Аравии. Главное блюдо фестиваля полутора тонны Чак-Чак, где и как его приготовят тайно, возможно, даже здесь. К фестивалю в чаше провели свет и полностью обновили инфраструктуру. Буквально в первой декаде до 8 июня площадка по всем направлениям будет сдана и уже начнется операционная деятельность. Попасть сюда будет проще, чем на матчи. Фанаты обойдутся без паспортов болельщика. Но проверка на входе будет на охрану. Порядка 800 полицейских. Рамиль Шайдулин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань.